Здравствуйте! Сегодняшний выпуск посвящен тому факту, что к нам обратилась выставка, Санкт-Петербургская выставка «Империя роботов» с просьбой представить нашего робота, нашего фанерного робота, Зизи-бота, на свою экспозицию. Ну, недолго думая, мы посвящались и решили не отказывать им, и нам тоже в этом удовольствии. И в данном случае я взялся за дело и вот быстро-быстро сделал им робота. Но, помимо того, что я его робота сделал, это, естественно, уже я делал из готового конструктора, я решил его немного модифицировать, а точнее довольно значительно, то есть я довольно долго над этим размышлял, как переставить, перекомпоновать именно внутренние электронные органы робота. И сейчас вы это увидите, что у меня получилось после того, как пройдут последние кусочки, где я собирал механику. Вся эта перестановка потребовалась для того, чтобы установить на робота звуковой усилитель, заставить его говорить громче и установить герокомпас. Видите, еще в прошлом ролике по сборке робота я не показывал, что ставлю на него. Я начал ставить вот такие на задние ноги более крепкие шарниры. Более того, на лапы я стал клеить пористую резину, вот видите, она синяя-черная такая, пятнистая. Остальное, в принципе, механика у робота осталась, конечно же, прежней. Но вы видите, что я решил отказаться от шлейфов, может быть это хорошо, может быть это плохо, но я решил это попробовать. И решил убрать большинство проводов, взять их стяжки, стянуть, питание, как бы попытаться сделать, совместить, так как сервоприводы, с каждого сервопривода идет по три кабеля, один из которых является информационным, а остальные являются плюсом и землей. И вот, что у меня получилось. Слева вы видите как раз того робота, который новый, справа от того, который был. Видите, тут еще дополнительно я сейчас показываю, это звуковые колонки. Сместился звуковой чип. Видите, что сместилась вся схема, собственно говоря. Далее поменяли шлейфы, все уменьшилось, уменьшилось количество проводов. Ну и снизу, естественно, все осталось по-прежнему. Еще я хотел установить вот такой динамик на робота, но он довольно тяжелый, и это мне, к сожалению, не удалось. Пришлось поставить два динамика от сотовых телефонов, они все-таки погромче, чем тот динамик, который на старом роботе стоит. Но, тем не менее, того эффекта, конечно, звучание я не получил. А перебыл балансировку робота я не смог сделать, потому что для этого нужно будет менять его скелет. И я передаю привет империи роботов в Санкт-Петербург в лице Александра Николаевича и его коллег. Ссылки на империю роботов будут под роликом. Ну и обращайтесь, смотрите, приходите, увлекайтесь робототехникой. Это интересно. А я пока, наверное, летом займусь искусственным интеллектом. Сделаю роботов более интересными, динамичными и игривыми. Спасибо за внимание. До встречи. Пишите комментарии, спрашивайте, хвалите, ругайте. Я жду вашей реакции.